дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале очень всем рада и сегодня у нас такая тема я хотела бы с вами поговорить о грибе чаги чага березовая это очень полезный гриб и тем более в наше время когда в аптеках столько подделок столько химии которая одно лечит другой к лечит натуральные наши лечебные травки грибочки и прочее подручные то что растет у нас в наших лесах огородах это нам в помощь вот березовый гриб чага я сама его пила когда были проблемы со здоровьем особенно это рекомендуется в онкологии есть даже специальные препараты уже в аптеках вот в частности бифунгин да такая настойка но зачем идти в аптеку покупать когда все это можно сделать самим если есть возможность набрать эти грибы найти в лесу собрать заготовить и вот у нас бабушка на дальнем востоке была которая очень долго пила этот гриб вместо заварки сейчас же и чай тоже непонятного качества а здесь он получается вкусный ароматный душистый и главное полезный напиток из этого гриба чаги как мы ее заготавливаем у меня есть короткий видеоролик шорт записаны еще в октябре месяце в тот период когда мы собирали в лесу и мы его мельчили сушили есть короткий ролик можете зайти посмотреть а сейчас значит мы уже берем заготовленное сырье то есть огромный этот гриб который принесли из леса измельчили вот на такие кусочки тут они примерно сколько там три на три пять на пять для того чтобы пока он сырой его легче разделать ножом мы резали он когда вот был сырой в октябре месяце разрезали разложили на противне или в сушилке в электрической можно сушить или на батарее и все и теперь лежит в трехлитровой банке или в холщовом каком-то мешочке и ждет своего часа когда нам надо заварить мы берем вот например мы берем 100 грамм и уже измельчаем вот до такой степени как можно мельче у меня муж занимается он мельчит этими щипцами специальным инструментом мельчит сидит вот 100 грамм 100 грамм закладываем в термос термос литровый вот 100 грамм чаги складываем в термос и заливаем кипятком на ночь с вечера это все заваривается запаривается и стоит всю ночь а с утра процеживается раствор этот и получается вот такой вот густой темного цвета цвета вкус очень приятный немножко грибной аромат у него есть но приятный на вкус очень приятный и можно дальше уже его пить вместо заварки я его пивот наливаю в чашечку вот такой вот он видите там густой темный вот можно пол чашечки налить и вот как я пью и дальше доливаю горячей водой муж у меня может быть только один одну эту чагу там на ночь он очень любит в результате вот этот когда вы выпьете он может стоять вот этот настой уже в течение недели мы пьем дальше можно еще раз залить уже в чайники кипятком он опять настоится и заливаем два-три раза и он все время бывает такой же вкусный ароматный и главное полезный о пользе чаги вы можете прочитать в любой литературе про лекарственные растения ну или там еще как какая литература у вас есть в рецептах народной медицины но мы пользуемся рекомендациями михаила вишневского вот всем советую кто интересуется съедобными и съедобными грибами и вообще как употреблять как собирать в какое время очень интересный человек михаил вишневский это не реклама ну просто мы сами с удовольствием его слушаем и смотрим на ю тубе поэтому кто интересуется посмотрите интересный мужчина он ученый биолог миколог то есть специалист именно по грибам и вот этот чагу он сам тоже употребляет и говорит что сейчас даже уже во всемирном масштабе все заинтересовались этой чагой проводятся научные исследования лечебный эффект уже давно известен всем в общем рекомендую пить пить настой из гриба чаги но еще маленький нюансик из гриба чаги кроме как настоя такого то есть заварки для чая можно сказать можно еще делать настойку то есть на водочки там положить тоже этой сухого сырья и у вас будет прекрасная спиртовая настойка но и и конечно надо уже дозировано там не знаю сколько ложечками пить для лечебного эффекта вот такую информацию хотела до вас донести мы сами уже давно лет пять пользуемся этим грибом чагой пьем и нам очень нравится так что делимся своим рецептом всем здоровья